Всем привет, друзья! С вами Нильф Горнет, это Ретечи, и сегодня я покажу три новых ствола в эксперименту коалиции. Но для начала не поленитесь и поставьте лайк, если вам понравилось видео. Ну, конечно же, в конце, когда вы его досмотрите. Лайк — это всего лишь один клик, но пользы от него просто невероятнейшее количество. В предыдущем видео о обновлении я показал колёса, но, честно скажу, забыл о трёх новых пушках. Ну, даже не то, что пушках, а я бы назвал их устройствами уничтожения. Под каждое, наверное, я построю какое-то своё устройство, ну, то есть какую-то определённую машинку, потому что все три блока, ну и как бы хотелось бы о них рассказать поинтереснее и показать. И первое устройство, которое я вам покажу, это вот такой вот отбойный молоток. Помните отбойный молоток, который, ну, стандартный, из Геокорпс, допустим, давайте зайдём. Вот он. Да, он прикольный, да, он, ну, как-то интересный, но честный. Вот я ни разу этим, вот этим, вот этим молотком ни разу не пользовался в своей жизни. Не знаю почему, но он мне совершенно не нравится, он какой-то, ну, неудобный что ли. Хотя, может быть, я зря это не делаю, потому что, может быть, он суперубойный. Но вот этот вот теперь отбойный молоток, он мне теперь нравится. Посмотрите, как он работает. Вы видите, как он работает? Вот теперь очень интересно. Притом, посмотрите, он, он очень быстро справляется со своей работой. Вы видели? Один удар. Сейчас, давай. Пам, один удар. Пам. Пам. Вы видите? Один удар. Всего лишь один удар. Просто вот один удар и всё. Труп. Кстати, по поводу врагов я, конечно, не могу проверить. Или могу? И чтобы проверить убойность этих отбойных молотков, мы перешли в тестовый трек. И сейчас мы как раз таки... Я перестроил устройство, чтобы переделать его... Вообще... Вообще, ребята, просто уничтожает. Я не понимаю немножечко... Ну да, сейчас, конечно, я уже ничего не смогу сделать, но... По-моему, просто уничтожает. Серьезно. Здесь нужно единственное... Просто вот один удар и всё. Это интересно. Давайте ещё проверим немножечко. Мне на самом деле очень интересно. Понимаете? Он просто раскалывает. Он вот раскалывает просто врагов и всё. Это... Это удивительно на самом деле. Да, конечно, меня уничтожает здесь, потому что батареи у меня не очень много. Но... Смотрите, по одному блоку просто отрывает. Просто по одному блоку отрывает и всё. Всё. Собственно говоря... Это что-то с чем-то, честно. Я прям даже немножечко в шоке, потому что это слишком мумбово. Я думаю, что это, наверное, отключится. Давайте вот здесь вот проверим. Это будет тоже интересно. Вот он долбит под щитами. То есть здесь стоят щиты, не забывайте. Нет, разломал. Как нефиг делать, ребят. Просто разломал, как нефиг делать. Очуметь. Просто очуметь. Я реально немножечко в шоке от этого устройства. По-моему, это будет просто имба. Просто ставим спереди одни отбойные молотоки. Четыре штуки. И всё. Так, что ли, получается? Хотя у них есть небольшая проблемка, я вижу. Они так залезают довольно-таки внутрь. То есть вот в этом, наверное, и будет осуществляться проблемка. Но, в принципе, блоки потрясающие, конечно. Следующий блок это вот такой вот бур. Я сначала подумал, в чём прикол-то. А потом понял. Да, ребят, это движущийся бур. Помните, проблемы часто я была, когда я создавал какие-то устройства с бурами? То есть вы как бы врезались во врага и не могли влево-вправо повернуть. То есть бура не хватало. А теперь же просто как... Я даже не знаю, как это назвать. Это что-то с чем-то будет. То есть мы будем врезаться во врага и просто разрезать его со всех сторон. То есть вот серьёзно, так же получается. Посмотрите, что происходит. Это нереально круто, по-моему. То есть прям вот... Ну, по крайней мере, спереди использовать влево-вправо, поворачивая, это, по-моему, очень круто. И последний блок это разновидность лазера. Но очень необычного. В том плане, что у неё есть определённая направленность. Видите, в чём прикол? То есть мы можем направлять... Ну, как, мы не можем направлять, но мы теперь лазер, то есть вниз. Или, допустим, мы можем повернуть вот так вот. То есть он под углом режет. То есть мы можем поставить, допустим, этот лазер вот так вот. Понимаете? И тем самым уничтожать врагов уже как бы точечно, я бы так выразился. То есть, допустим, наверное, можно поставить, к примеру, вот так вот. Сейчас попробуем. Во! Вух, ребятки, это просто жесть! Ну вот, как вариант вам. Это же... А вообще, а крестовой этот, чё это? Вот крест, это типа... Ну как это? Это типа двойной урон, что ли? Как-то так можно назвать? То есть, когда крестом мы как бы бьём. То есть давайте попробуем. Ну куда-нибудь, я даже не знаю. Но вот здесь вот. Ну конечно, лазер, он менее сильный. Но таким... Таким макаром, я понимаю, можно сделать вообще... Получается, четверной. Да, то есть... Понимаете? Это... Сила четырёх лазеров, что ли, в одной точке будет соприкасаться? Получается что-то типа такого. Это необычно и очень-очень интересно. Чё, вообще жесть! Это я так могу разрезать... Сейчас рванёт. Это же типа динамит, как видите. Это я могу так и разрезать врагов. Блин, это очень интересно. Мощность лазера, конечно, хотелось бы узнать, но... Чёрт! Куда-то там просто... Врезаемся. Они ещё так нагнетают, да? То есть очень интересно. Там видно, видно. Батарею можно взорвать. Вот это последний блок, который... Ну, по крайней мере, очень интересно. Интересно, что будет дальше с этими блоками. Как они будут развиваться, потому что, может быть, они сделают направленные лазеры. Или управляемые лазеры. Это может быть очень-очень потрясающе. До скорых встреч. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем всего удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok